Да, возможно, где-то я не сразу смогу перевоплотиться. Может быть, где-то будет во мне еще эта блогерская резкость. Но я постараюсь постепенно полностью перевоплотиться в политика начала. Я всю прошлую неделю, я находился в поездке, был в Бельгии, во Франции. В принципе, вы уже знаете, да, причина, по которой я был, я выложил два видеоролика на чеченском, на русском языке. В целом, поездка получилась очень плодотворной. Не все по плану пошло. По плану мы должны были встретиться с депутатами парламента во главе с председателем парламента Чечени, Жалавдой Сараляповым. Но, когда мы приехали, мы узнали, что Жалавдой Сараляпов в тяжелом состоянии, он не может приехать. Мы, естественно, сразу отправились к нему домой в гости, проведать его. И, к сожалению, мы нашли его действительно в плохом состоянии. Дело в том, что Жалавдой пережил инсульт не так давно. И после этого его здоровье очень серьезно ухудшилось. И, по сути, он никак не может восстановиться после этого инсульта. И поэтому, видимо, у него сейчас очередной этап осложнения. Поэтому он не мог приехать на встречу. И, в целом, снимать его в таком состоянии было бы неэтично. Поэтому мы, конечно же, не стали публиковать эти кадры. Единственное, мы, не показывая его лица, засняли, как он подписывал, ставил печать. В остальном, встреча прошла успешно. Вместо Жалавды его представлял его первый заместитель, Хамеден Глубаев. Также присутствовал его помощник, Резван Арсакаев. В общем, несмотря на то, что изначально не получилось то, что мы планировали изначально, то есть в том составе, в котором мы это планировали, но, в целом, в любом случае, встреча прошла. Все то, что мы запланировали, и то, как мы это запланировали, это все удалось сделать. Заявления были зачитаны, постановление было передано. И 29 октября 2022 года мы официально зарегистрировали политическую партию «Голос Чечений». «Войс оф Чечения, нох чечуя на нас». Отныне, то есть вот с этого, можно сказать, числа, с этой даты, с 29 октября, мы начинаем, мы с командой, то есть с однопартийцами, с единомышленниками, мы начинаем, начали политическую деятельность уже под эгидой политической партии. Это не значит, что что-то кардинально будет меняться, то есть моя работа, по крайней мере, пока будет идти стандартно, то есть на этом канале я планирую также проводить два эфира в неделю, как я это делал до сих пор. Какого-то ребрендинга этих своих официальных каналов я не планирую. Однако на том чеченском канале, который я изначально создавал, как Абус Адам Ногчо, мы сделали ему ребрендинг, это теперь официальный канал нашей политической партии, Ногчи Чуэнэн Аз. Также произвели брендинг и телеграм-канал, одноименного телеграм-канала Абус Адам Ногчо, это теперь тоже Ногчи Чуэнэн Аз. И вот там сейчас мы, конечно же, будем пытаться активировать, активизировать работу. Я постараюсь почаще проводить там эфиры, отвечать на вопросы, вообще как-то общаться с аудиторией. Но это будет исключительно на чеченском языке там. Какие-то вопросы на русском языке, если они актуальны, если есть какая-то повестка, которую стоит освещать, то это можно сделать здесь. Здесь я также буду говорить от имени этой политической партии. Я являюсь председателем этой политической партии, избранным на съезде нашей партии, до момента, пока меня не освободят от этой должности, либо если мы не изберем кого-то другого председателя. В общем, я имею полное право говорить от имени нашей партии. Теперь, что касается очень много вопросов, пришло по поводу вступления в партию. Да, мы получили много кейсов, людей, которые уже заполнили форму на нашем сайте, прислали. Все эти кейсы, они будут отработаны. Если сразу же никто не ответил, это не значит, что они утеряны или к нам не попали. Мы это все упорядочим, придадим этому форму реестра и затем будем над всем этим работать. Инша Аллах. Томсо прочитал список людей, которых вы принимаете в партию. Там есть пункт о независимости от религии. Получается, ваши партии могут быть неверующие? Безусловно, конечно. Любой человек, который может быть полезен, он может быть частью членов нашей партии. Конечно же, да. У нас нет никакой ни по полу, ни по возрасту, ни по конфессии, никаких ограничений нет. Самый основной критерий – это человек должен полностью поддерживать программу партии. То есть, смотрите, чем отличается вообще партия от любых ассоциаций, объединений, комитетов и так далее? Она отличается тем, что это группа единомышленников. Это объединение единомышленников. Здесь есть четкая партийная программа, есть устав. И сюда, здесь не может быть никаких споров на тему, это правильно или неправильно, мне вот это нравится, я бы хотел изменить. Ничего такого быть не может. То есть, человек, который приходит в партию, он ознакомливается с уставом, с программой, и если он согласен, и если он отвечает критериям, то он может вступить. Но нельзя прийти в партию, вступить в нее и потом предъявлять какие-то, типа, вот мне что-то не нравится, вот этот пункт, допустим, а я вот не согласен с этим видением и так далее. Если не согласен, то ты как бы не идешь в партию, вот в этом и разница. Любые комитеты, какие-то ассамблеи и так далее, это объединение людей с разными взглядами, разными позициями политическими, там, иными. А партия – это объединение людей с одинаковыми взглядами. Мы ищем именно единомышленников. Этим и отличается политическая партия от различных иных объединений. Поэтому, если человек разделяет наши взгляды, то он может быть членом нашей партии. Другой вопрос, вы можете справедливо задавать вопрос, а может ли ваши взгляды разделять человек, допустим, не мусульмане и так далее? Я не знаю. Вот этого я не знаю. У нас пока нет в партии членов, которые были бы не мусульманами. Но я думаю, в дальнейшем мы, может быть, столкнемся с такой темой и посмотрим. А так, я в целом не вижу никаких проблем, лишь бы этот человек был полезен и разделял наши взгляды. Удукелл, что нового? Он говорит, ну новая – это новая партия, которую мы создали. И если до этого я ассоциировал себя только как блогер, то сейчас я уже буду ассоциировать себя как политик. И да, это, конечно, накладывает определенное бремя на тебя. Здесь, если раньше я мог говорить все то, что я хочу, не задумываясь о том, как на это посмотреть, как отреагировать и так далее, а теперь, да, мне придется над этим задумываться, потому что политика подразумевает наличие электората, работу с этим электоратом, то, как тебя будут понимать и так далее. Если блогер не задумывается об этом, может об этом не задумываться, да, ну безразлично, по сути, ну не так поняли блогеры, и что произойдет, ну отпишется там кто-то, да, и что, ничего. То для политика здесь уже важно, чтобы его понимали именно правильно. И здесь вот эта вот разъяснительная работа, ее, да, нужно будет проводить. Да, возможно, где-то я не сразу смогу перевоплотиться, может быть, где-то будет, будет во мне еще эта блогерская резкость. Но я постараюсь постепенно полностью перевоплотиться в политика. Субтитры создавал DimaTorzok